А мы продолжаем тему, которую мы начали в прошлый раз. А тема была следующая. Мы говорили об одеждах Коэнгадоли, да и вообще об одеждах в целом. Вопрос был такой. Есть запрет в Торе, в главе КТЦ, который звучит так, что мужчине ло тилбаш гевер клейша, что нельзя мужчине одевать с тем латыша одеяния женщины, а женщине нельзя одеваться по-мужски. Это запрет Торы. И мы пытались понять, а что же касается Пурима. Что в Пурим у нас есть одна из очень распространенных вещей, это Пурим-шпиль. Это когда делают постановку на Пурим. И там волей-неволей, это постановка такая театральная, волей-неволей играют ее мальчики в ешивах. А играть нужно Пурим, это обязательно эстер, это вашти. А тут нужно мальчикам играть девочек. Можно ли переодеваться ради этой игры в женские одежды? Ну и, походу, очень многое можно понять вообще, что касается этого запрета. Так мы сказали, что Медиврей Хазаль, по словам наших мудрецов, видно, что причина этого запрета заключается в том, что она порождает разврат и вожделение. А если так, то, может быть, можно разрешить в Пурим так одеваться? Потому что в Пурим никакого вожделения, разврата это не приведет. Это же просто, как бы, да, это такая постановка. То есть это не то, что кто-то действительно одевается так. Это ненормально. Это как бы, да, то, что Тора запрещает. А здесь, как бы, очевидно, что все это делается ради радости. Ради симхат пхаг. Так, может быть, это можно? Да, как пишет Шах, и будет Бах. Они говорят, что если ты одел что-то такое женское, закутался из-за холода или из-за того, что тебе жарко, там, косынку, то это не запрещено. Потому что запрет именно для красоты использовать какие-то женские наряды, чтобы как-то свой внешний вид изменить. Вот это запрещено. Приводит мнение Яды Китана, который спорил даже с этим. Говорит, даже если тебе холодно, даже если тебе жарко, нельзя женскими одеждами кутаться и укрываться. Даже с этим он спорил. Вейнеки Яду, так теперь известно, на Агу, Бекелот, Исраэль, что есть такое обычае в Пурим переодеваться. Все евреи, мы говорили об этом, есть очень много тайных смыслов. Это действительно очень глубокий, очень праздник, великий. Многие люди думают, о, такой праздник, карнавал, детский праздник. Пурим, какой же он детский праздник, если написано в наших книгах, что все праздники исчезнут после прихода Машеха, а Пурим останется. Какой же он детский, он Пурим останется. Наоборот, не получается у меня почему-то добавить шалву. Я пытаюсь нажать «принять», но он не принимает его. «Меня слышно хорошо?» Может, у меня со связью что-то? Да-да, слышно хорошо. Тогда, значит, какой-то глюк просто, не могу его упоминать. Арберт, я на связи уже, просто вылетело. Я все слушаю. А, ты на связи, значит, у меня просто завис этот. Да-да. А, у меня написано, что ты не на связи, что ты пытаешься зайти. Окей, хорошо, продолжаем. Так, и что мы здесь, так вот. Говорит Рэбхайм Ноэ, но ради вот этого, как бы, да, переодевания Пуримского, часто бывает, что мужчина одевает женскую одежду, женщина одевает мужскую. Вене, сейчас это начинается, задается вопрос. То есть, на что эти люди полагаются? Поступает так. И говорит, странно, говорит, то есть, Маарей Минц, который приводит от обычаи переодевания, то есть, как это понимать? И как может, да, вся идея Пурим, с большим уважением относится к Пуриму, но это Дерабанан. А запрет Лоил Баш Гевер Симлат Иса, это Дорайта. То есть, как, ну, Дерабанан победил Дорайту, как они это делают? Мадеврей Кабала, Титхей Сур Тора. Что, говорит, это может взять и отложить, и отменить запрет Торы? Опять кто-то пытается подключиться, скажите, если подключились. У меня почему-то не показывает. А, вот, нет, показал, подключил. Хорошо. А если это запрещено, даже детей нельзя переодевать. Мы знаем, что то, что запрещено взрослому, и ребенку делать нельзя. Нельзя попросить ребенка, который включи мне свет в шаббат, или давай съешь что-нибудь некошерное. Нельзя такие вещи делать. Есть, да, который говорит, что если он уже ест некошерное, можно ему не говорить, не останавливать. Но, тем не менее, Асур. Так как может быть, что в Пурим люди берут, одевают, мужчины одевают женскую одежду, женщины одевают мужскую? Да, это Исур Дорайта. Махлок это пускай маим мутар лейтхапэш бе Пурим, в ауфен шоовер ал-иссур, ло-елбаш. Итак, кэморо, Минхаг митхапэш бе Пурим мува битчевет мэри Минц, мэри Минц, мэри Минц, альдавар левишат мэрцупи, кэнерек, храммададам и месихот, шнурагим Пурим, им есть лакушь бе зэм шуму ло-елбаш гибер симнат пища, олло егей кали гибер ал-иша. Минхаг пасшут вэн мухе. То есть, что касается масок. Вот масок, да, и, кстати, я тоже смотрел, в Ялкут Йосеф тоже видел, маски, вот и эншум хашаш, он пишет, можно одевать маски, маски прямо, это нереально пуимская тема, нет тут опасения, а маски, иногда там лица разные бывают, женские мужские, здесь опасения нет, и Маари Минц тоже очень жестко выступал против тех, кто запрещает, что-то говорят, что маски нельзя, объясняет Маари Минц, потому что запрет, только если ты одеваешь, мужчина одевает одежду, которую одевают только женщины, то есть он одевает что-то, что вот прям только женское, или ведет себя таким образом, которым ведут себя только женщины, но если это какая-то вещь, которую, в принципе, мужчина и женщина, она унисекс, что называется, она и так, и так одевается, какой здесь может быть запрет, лоилбаш, альпит шува тарива, шейны сур бэгезэль, мишум, симхат пурин, кэван, шейна усэ, альменад ликзол, вэрави, ахана мишум, да, пэээ рамо, гэдам, мишум, шейно миткавэн, мишат и сур, рамо тоже пишет причину, мы это учили, пошла, что он разрешает, потому что это шейну миткавэн, ведь человек не хочет сделать запрет, человек просто ради радости в пурим это делает, вэкэнд паса ка рамо, и так говорит рамо, машину агулы лбош, порцуфим бэ пурим, вэгам, лувэш, симлат, иша, вэйшак, лэгэдэр, эйни сур бэдавар, рамо прямо пишет, что не запрещено мужчине одевать женское, женщине одевать мужское в пурим, нахар шейн мэхавни мэлэ, симхат бэална, потому что люди не имеют намерения, ой, я хочу одеться как женщина, они это делают ради радости пурима, вэхэнд бэлвишат калаим дарабанан, извиняюсь, вэхэнд бэлвишат калаим дарабанан, вэшум рим дарасура ва ламинхак, кисвара ришуна, а есть, которые запрещают, но минхак идет по первому варианту, да, что можно, вэдвара в царих юншарэй ма шейн мэхавэн, лисурам мэданан, а шимхлэй хорэй но мэхавээй тер, кивэмасэ адвишат узэн дэнмадлэна шимхи айхрит, да, но вот очень интересно, ту причину, которую приводит Рамо, нужно понять, потому что Рамо используется термином каваны, то есть давар шейн мэхавэн, и мы говорили об этом, разбирали в прошлый раз, давар шейн мэхавэн работает только, если нет пси-крэйша, то есть ты можешь сказать, а ты идешь там и рисуешь ногами, оставляешь следы, нельзя в шаббат рисовать, что теперь не ходить, ты говоришь, слушайте, я иду, мне надо дойти до синагоги, потому что я ничего не хочу рисовать, называется давар шейн мэхавэн, но, да, и можешь оставить следы, можешь не оставить следы, можно такие вещи делать, но если результат твоего действия, даже если ты мэхавэн, ты этого не хочешь, он стопроцентный, он случится 100 из 100 случаев, стопроцентный вероятно, называется пси-крэйша, то такое будет запрещено, если у тебя лежит кока-кола в холодильнике, но при открывании дверцы холодильника у тебя включается свет, а ты говоришь, ну я не хочу этот свет, я хочу достать кока-колу, нельзя, почему, потому что стопроцентно, когда ты откроешь дверцу холодильника, включится свет, это в шаббат запрещено, поэтому непонятно, знаешь, я не хочу по-женски одеться, я просто ради пурима, неважно, в момент, когда ты оденешь женское платье, ты выглядишь, это женское платье, ты выглядишь как женщина, это называется пси-крэйша, стопроцентный результат, а он запрещен торой, то, что ты этого не хотел, ни роли не играет, да, в любом случае, это будет запрещено, поэтому непонятно, что имеет в виду Рамок, когда он говорит, а, ну, люди на это, они же не эту цель преследуют, поэтому можно. И поэтому, ил-кагурэрэдам, матэ кисэ, упсоль бэнгдолин, мэгданим, кофэн шэйн, вадаучи яасу, харицин бэкарка, увилвачь лоэта хэн, ласот хариц, вэймкэд, шэгэвер мэдхапэс, бэпурим лэйша, а увэхрэх мэдварэн лэйша, а рэйху овер бэлло илбашь, га вэммэн кавалу то лэссу, мэн ян лэатир лэлбашь, бэпурим, кэн ян мэдкавэн парам, рабим гэмапуским шитнагдулэм мэнхак, сэлбэлвачу шэаль ядэй овера лэссу, лэлбашь. Есть также много пуским, которые поэтому спорят, и говорят, все равно говорит, есть проблема, нарушишь его илбашь. Робэдибрэя бах, шэдэхай ты тэрошэль мэри мэнс, и бах, например, который отодвигает разрешение мэри мэнса, гвоз сивхажэшами хакше, бэгварим ядхапшулы нашим, и нашим лэгварим, ябэдхахши элху, аиш бэнэ нашим, и шабэнэ нашим лэниув, и говорит бах, я объясню тебе почему, может быть каждый, если мужчина переоделся бы ради праздника, в женщину, или женщина в мужчину, ладно, бог бы с ним, как ты говоришь, но получится, что как бы все выпивают, и мужчина переодетый в женщину, случайно пойдет к женщинам, и затесается в толпе, или женщина пойдет к мужчинам, переодетая в мужчину, и тогда будет стопроцентный неюв, то самое неюв, разврат, который и был в основе этого запрета, а таз, и таз приводит слова своего тестя Баха, и он страшные слова добавляет, он говорит, что страшные, страшные были постановления с небес на еврейский народ, вообще за такие вещи, и счастлив тот, кто, говорит, отменит их, то есть это приводит к страшным последствиям, да, можно краями как-то обойти, но все это заканчивается плохо, но на самом деле можно понять, то есть мы знаем, что Пулин такой праздник, там, да, и выпивка, и все, и танцы, и музыка, и еще, если как бы это слишком запустить, не дай бог, это может привести к очень, очень святой праздник, да, чтобы не пить, не дай бог, это не перешло, и не превратилось в какое-то, да, обычное там, выпили, погуляли, там, и из Мишны Бруры тоже мы видим, нерее, שנател להחמיר, кедаа, отшололим, от минахаг, «התחבשות гברים לנשים». И тоже там, да, Абиомер говорит, то же самое разбирает, ради веселения жениха и невесты. Тоже, когда мы веселим жениха и невесты, великая митцва радует жениха и невесту. И знаете, иногда, особенно под алкоголь, начинается, вот как бы я что-нибудь одену на голову. Так, микрооткогу, синенькая решка должна быть, хуумш. Поэтому, поэтому вот такое вот, да, он говорит, что то же самое, на свадьбах тоже, как бы в порыве развеселить жениха и невесту, люди переходят грань иногда. Начинают по-женски, начинают по-мужски, тоже очень аккуратно. А шут ма им ха им вообще говорит, тут говорит, еще говорит, есть одна проблема. Это называется, не следуй путями других народов. Не уподобляйся другим народам. Не превращайте, говорит, пурим в карнавал. Карнавал, он прям пишет. Это, говорит, не карнавал. У нас идея, говорит, пурима, окей, какие-то вещи, может быть, взял у нас тогда маски, есть что-то, но это не карнавал. Карнавал подразумевает под собой, что не просто переоделись и не просто музыка, а это именно все сводится к самому страшному. То есть это именно какое-то смешение и самый большой, да, предсуд, какой может быть, это именно карнавал. И каждый, кто этому мог воспротивиться, но не воспротивился, будет за это отвечать перед судом. То есть вот так вот написано. Он говорит, будешь отвечать за это перед судом. Приводится в Шурхана-рухе страшный закон. Да, приводится в Шурхана-рухе страшный закон. Окей, это было в то время, но, может быть, наше время по-другому. Девочкам нельзя красить волосы в черный цвет, даже один волос. А мальчикам нельзя смотреться в зеркало. Для мальчиков... Смотреться в зеркало. Ну, по-женски считается, да, по-женски мужчина должен быть... В те времена, то есть как бы... Что, я не могу посмотреть в зеркало? Ну, сейчас другое время, да, сейчас как бы другое время. Сейчас, да, но, окей, это Шурхана-рухе, 500 лет назад, 600 лет назад. Тогда только девочки смотрели в зеркале, и ухаживали друг за другом. Окей. А сегодня же это проблема... Да, 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 да. Мы там сядем у людей и сказали, что да, можно. На самом деле... Не, это правильно говорит. Это Девуда Довид говорит, что из женских зеркал женщины принесли зеркала Моше, сделать киор. А Моше сказал, что я буду использовать для святого храма зеркала, которые они прихорашиваются. А Ашем сказал, это самый большой подарок. Ты возьми и сделай самый святой киор, сосуд из них. Это самое большое, потому что женщины прихорашивают себя, чтобы нравиться своим мужьям. Это самая возвышенная заповедь, которая только может быть. Но... И не для зеркала его использовали. Храм из него просто зеркал, сделали киор, умывальник для рук. Это да, и серебряные зеркала, которые принесли женщины. Но, да, было время. То есть это называется не по-мужски. Мужчина в зеркало не смотрит. Прихорашивает, вели себя порядок, но там сегодня другая ситуация уже, конечно. Но почему он это приводит? Не в сакасур, лишь лицо, сарам, лобанот. Да? Раби Моше Файнштейн, не шаль бешут и грот Моше. Так спрашивает Раби Моше Файнштейн в Игрот Моше. «Одот а-рефуа». Шимцуа рофеים шеем локхим אותа, хозерим а-сеарот а-лебанот лимарейен а-ришон, шахор о-едом. Хаим יש בדבר משום аисур לא елбаш? А, вот какой вопрос задает. Оказывается, медицина дошла до того, что сегодня есть какие-то препараты, которые возвращают цвет посидевшим волосам. И волосы снова приобретают свой цвет, черный или рыжий. Спрашивает Моше Файнштейн, а является ли это не следуя путями? Ведь запрещено красить волосы. Ибет шумалы шейлазу хикер раби Моше. Так вот, в ответе на этот вопрос, на древний вопрос, но он очень интересную вещь говорит. Аимисурло елбашу бе маасе ала виша. В чем заключается запрет Торы не одевайся как женщина или женщине не одеваться как мужчина? Именно в одевании о ше айсургу бе то ца ашал альвиша. Или в результате. То есть я ничего не одевал, но результат, смотрите, как я выгляжу. Или именно нельзя одевание само делать. Что мужчина, который одевает женскую одежду и прихорашивается, так и прихорашиваются женщины. Раби Моше говорит, мисвара, логически. Он доказывает, что запрет что он именно в результате, то есть в итоге, как это будет. Поэтому он приходит к какому выгоду? Что в итоге он будет украшен или накрашен, или, я не знаю, прихорошен так, как женщина. Даже если он сделал это не так, как делают женщины, но результат в итоге получился, как у женщины. Тогда будет запрещено принимать это лекарство медицинское обычным способом, то есть пить его. Чтобы седые волосы вернулись к самому изначальному состоянию. На эти вещи задают вопрос Раби Моше. Он тоже объясняет, почему мужчинам запрещено смотреться в зеркало. Это только в том месте, где только женщины смотрятся в зеркало. Потому что сам факт смотрения в зеркало никак на тебя результат никакой не оставляет. Ты в женщину не превращаешься. потому что мы смотрим в отражение, чтобы увидеть свое, лишь бы для того, чтобы понять, чего не хватает нашему, или наоборот, что лично на нашем облике. И посмотреть, что пишет на этом Моше Файнштейн. Итак, подводим. То есть он говорит, что опять-таки все зависит от того, в какой местности ты находишься, как себя ведут женщины, как себя ведут мужчины, является ли то, что ты делаешь по-женски. Если это делают и мужчины, и женщины, то понятно, проблемы нет. Но если это чисто женское поведение, то это проблема. Только громко, чтобы тебя слышали. Потому что смысл. С Юсефом, значит, так же было, когда у него вырвали клуб одежды. Есть мне нравство, что он первый раз увидел себя в зеркало. Случайно, когда ситуация была, я увидел себя в зеркало, потому что он красивый. Именно из-за этого, ну, то есть там некий дальше идут различные события. Но мы видим, что Юсеф первый раз увидел себя в зеркало, когда он попал в Путифару, в зеркало. А вторая вещь, что мы сейчас учим о том, что, нельзя пить таблетки. А в чем история? В том, что пигмин, который у нас есть, почему у нас сидит волос, просто нехватка витаминов. И получается, они просто, ну, нет насыщенного цвета. То есть, ну, изначально. Это вопрос. Если мы больше, Эйнштейн, запрещать на пить таблетки, хотя не похватка витаминов. Женщинам. Женщинам или мужчинам? Женщинам. Он говорит, женщине нельзя красить волосы в черности под мужчину. Если у нее поменял цвет волосы, то есть, окажется, считается, в черный цвет красить волосы не черный под мужчину, нельзя. А нам нельзя, если у нас, как седина, сейчас мужчина закрашивает волосы, как у женщины. Это двойно. А еще больше даже интересно. В идее, если мужчина, да, он взял выпил эти таблетки, он покрасил волосы, у него стали пигмент тот же, у него волосы перестали быть седыми. А есть другая, допустим, другие процедуры, которые сейчас приняты у мужчин. Допустим, там, лицо, когда украшают, берут лазером, убирают просто вот эти все вещи. Тем более. Гладкое лицо. То, что красиво. Сейчас считают, там красивые звезды все этим занимаются, чтобы их не было там прыщиков и так далее. Получается, мужчинам сейчас нельзя это делать. Хотя изначально для девушки это сделали, и девушки это сделали, чтобы у них не было на лице разных вот этих вот нервов. Демотивация пластическим хирургам. Да, это капитальная демотивация. Но видите как, да, Турен не хочет, чтобы мужчина, с другой стороны, ему очень внимательно должно относиться к своей внешности, должно быть опрятными, чистыми четко. Но когда мужчина слишком уже начинает себе кожу подтягивать, отбеливать, я не знаю, вот эти все вот эти вещи, это уже реально как бы, да, если это принято только у женщин, например. Да, но опять-таки мир, в котором мы живем, этот сумасшедший мир, где даже грани уже стираются, что непонятно, да, надо смотреть каждый случай отдельно. Поэтому, к чему все это мы сказали? Мы пытаемся один вопрос решить. В Пурим можно по-женски одеваться? Из того, что говорит Рамошев Айнштейн, выходит, что это проблема. Потому что, даже если мы скажем, что да ладно, я одеваюсь как женщина, только ради чего? Ради радости Пурима, не для разорвата же никакого, не чтобы подширкнуть какие-то желания. В Пурим праздник, я хочу просто повеселить толпу. Да, но говорит по логике Рамошев Айнштейна, не важно, как ты в моменте это делаешь. Важен результат. Результат на себя в зеркало посмотри, ты на кого похож? Да нельзя, нельзя, ты в итоге результат, ты оделся, ты в юбке стоишь и в парике красном, что это такое? Да, по-любому это запрещено, потому что в итоге мужчина выглядит как женщина. А если так? А если так? Адай логе линуа рукала виндиврем материм лит хапес Бурим. Мадуэйн базэм поэтому мы возвращаемся к тому, так на что же полагаются те, которые все-таки одеваются по-женски в Пурим? Мы пока куда не глянем, везде все это как бы проблема. Лесо в двора в цене раби Мошев Айнштейн говорит так. Лесо ватоши раби Мошев Мордехай Эпштейн. Ему задал вопрос Раби Мордехай Эпштейн. Эпштейн, Эпштейн, Ватоши шеват ВОЛЬНЫЙ ПЕСЕЛА И там он пишет такую вещь, что он говорит, на самом деле вся проблема заключается в том, что мужчина уподобляется женщине. Женщина уподобляется мужчине. А что касается возврата волосам их предсвета, здесь говорит, нет проблем, что тут не то, что не здесь сказать, что она уподобляется мужчине или он женщине. Ведь он просто хочет вернуть себе как бы изначальный вид. И поэтому он не намеревается уподобиться женщине, а тут главное как бы от каваны. И поэтому это, что имеется в виду, у него не было каваны. Он делает это больше для красоты. Женщина делает это для своей личной красоты. Но если женщина специально хочет поменять цвет волос, чтобы выглядеть как-то более брутально, я не знаю, или мужчина более женственно, тогда это проблема. Еще тоже он спрашивает о прошлом. Почему, говорит, мудрецы... Есть такой интересный комментарий, что у Шауля, первого царя Израиля, была дочка Михаль. Так дочка Михаль одевала тфелин. Правда, дочерей Раши тоже говорят, что она одевала тфелин. Почему мудрецы не запретили? Ведь по идее это получается запрет Ло-Илбаш. Не оденется женщина как мужчина. Дело, видите, не в одежде, не то, что она джинсы одела, брюки там, а в том, что она одела тфелин. Тфелин вообще живой тфелин. Вообще, что это такое? Тфелин, непонятно, что это. Тем не менее, это что-то, что одевает мужчины. Поэтому, если женщина одевает, даже неважно, абракатабру, тфелин какие-то, но это чисто мужская вещь. Зачем? Это называется Ло-Илбаш. Не уподобиться, нельзя уподобляться женщине, мужчине. И наоборот. Убьюр дат аматерим лейтхапес бепурим, катав цви райзман. Бесифро рацка цви. Альпидзеврея бах. Шеш митцват ше баен каванат халеев. И херрик билтин и фран мекаем амитцвауме. Ахарка амур лаэль. Поэтому, даже если эта вещь вообще не является какой-то стыдливой, какой-то развратной. Нет, например, просто женщина решила одеть тфелин. Запрещено. Потому что тфелин одевает только мужчина. Это то, что мы сейчас говорили. Не то, что нельзя уподобляться мужчине. Я еще не понимаю, что это такое. Она никакая вещь. Нельзя. Ведь весь запрет на самом деле сводится к тому, что все это приводит к разврату. По мнению тех, которые разрешают, вот почему. Они говорят, что все зависит от намерения в момент одевания. То есть, с какой целью ты сейчас пытаешься одеть вот этот женский парик? С какой целью женщина сейчас берет, одевает на себя тфелин? То же самое, как мы говорим про любую заповедь. Награда за заповедь, ее результат всегда зависит от каваны в момент, какой ты имел в момент исполнения этой заповеди. Что ты преследовал? Что ты делал? Белохенка ашер ло веш ле ло каванад зима. Поэтому, когда человек одевается, да, пусть даже он одевается, там, не знаю, какой-то женский костюм. Но у него не было никакой мысли, как бы, разврать или чего-то. Он, не знаю, он замерз. И была женская шуба. Ему все равно была какая-то шуба. Он ее одел, он замерз. Или наоборот он умирал от жары. И взял женский платок, чтобы закрыть себя от солнца. Или он хочет радоваться в туре. Он хочет сделать радость. Несмотря на то, что этим действиям он уподобится женщине, ах мя хар ло на асе ме тох каванад зима. Так как он делает это не с целью какого-то разврата. Хасер беколи хороший лайсур. Не хватает, да, неотъемлемой части запрета. И поэтому Ромо говорит, что нету запрета ло илбаш. В переодеваниях в пурим. Потому что намерение человека только ради веселья. Обычно он так не делает. Вау, как красиво. Вот, Ромо знает, что говорит. Смотрите, что он говорит. У нас какой был вопрос. Какая разница, что ты не хочешь? Результат. Я не хочу, чтобы лампочка в холодильнике зажглась. Я просто хочу достать Кока-Колу. Мы говорим, не получится так. Если ты открываешь холодильник и включается свет, извини. Кока-Колу достать нельзя. Но почему? Я просто хочу достать колу. Я не хочу этот свет. Это называется психрейша. Так как же здесь говорит Ромо? Ромо, ты ведь хочешь не для того, чтобы быть похожим на... Хочешь ради радости пурима. Поэтому можно. Ну, какая разница? В итоге ты будешь выглядеть как женщина? Это как Кока-Кола и холодильник? Нет, говорит Ромо. Это другое. Почему? Потому что мы объяснили. Вся идея ло илбаш, запрета, не оденься, как женщина, заключается в каване в момент одевания. А если в момент одевания твоя кавана другая, то и запрета нет. Это не шаббат, где само действие запрещено. Это вообще, может быть, это не запрещено. Все зависит от того, с какой целью ты это делаешь. И это то, что говорит Ромо. Что так, как у человека, пурим переодевающегося, чтобы играть эстер во время пуримшпиль или в ашки, у него совсем другое намерение. Он играет пуримшпиль. Люди смотрят, смеются, пурим. Всем другая кавана, это не связано. И поэтому само одевание тоже не будет запрещено. И нету здесь проблемы к тому, что мужчина уподобляется женщине, потому что весь этот запрет сводится к тому, какая кавана была в момент переодевания. Поэтому мы говорим о том, что мы говорим о каване. О, и отсюда выходит и как бы разрешение, почему можно театральные постановки делать. Тоже, что нет здесь запрета. Почему? Потому что весь запрет был именно когда ты отделиваешься с целью какого-то разврата. Мужчина хочет как-то одеться по-женски. Или женщина хочет, а вот это как бы, да, запрещено. Но если цель совсем другая, да, ну, каванат шиказу. Но мы не забываем про Кушу Ялкут Йосеф. Да, Ябьяумер, точнее, приводит Яд Кнана, который спорит с этим. Он все равно как бы говорит со всеми, кто это разрешает. Он говорит, что даже от дождя и от солнца и от холода нельзя все равно одевать женскую одежду. Вот тебе холодно? Нельзя. Он говорит, нет, неважно. В итоге ты будешь как женщина выглядеть, нельзя. Есть, которые пытаются отвлекать, Маарам Шик пытается что-то отвлекать. Родниковая просто живая вода. Итак, еще дополнительные вещи, где тоже не работает принцип Ло-Илбаш. Давайте еще посмотрим несколько вопросов. Ницбеу саарот хашхурот белаван. А им мутал лирхот сацмо гдеша сауротав, ехазру, лецваам, гиргиль, арагиль, о лехот хам. Интересно, а как это? Я не понимаю. Если, говорит, твои волосы побелели, и тебя это напрягает, можешь ли ты их выщипать, выдернуть? Ну да, а это читается чисто по-женски. Мужчины как бы не должны таких. У нас седые волосы. Или, я не понял, искупать голову, чтобы волосы вернули свой цвет. Это когда, Альберт, с краской разводишь. Это имеется в виду это. Красить? Ну нет, с краской разводишь воду, так вот так вынаешь. Ну на самом деле, что-то примите. Ну не просто красить волосы. Написано, что можно помыть. А, может быть, у тебя торчит волос, а если ты помоешь, станет пушистым, его не будет видно. Можно ли мыть, чтобы белые волосы не были заметны? Просто как мытье может спрятать белые кожи? Они же не покрасятся. Ну, если есть, может быть так. Прикольно. Да, мне написано, что... Когда я был маленький, там, 16-15 лет, когда проверял, сразу выдергивал. Ой, пожалуйста. Типульруфылеасарат пицибагурут. Пожалуйста. Он и тёхпласти. Пожалуйста, можно ли делать пластические операции? По увеличению... И уменьшение... Носа, например. Человек хочет... Типульруфылаасарат пицибагрут. Окей, связано с созреванием. Тут какие-то вещи... Которые сводят всё... Окей, они сводят всё к вопросу, это нужно для здоровья или это нужно для... Не для здоровья. На самом деле всё непросто. Всё непросто. Бывает, человек сильно страдает. Он настолько страдает, вот не знаю, вот ему вот... Он считает, что для него это как горд. И вот он комплексует очень сильно, что у него там... У девушки прыщик появляется, она же там у него забоится, накрается и так далее, чтобы не дай бог он там порезал и так далее. У него начинается депрессия, тебе понятно, что у него там... Реально она сводится к кому-то, что у него из-за прыщика может идти в депрессии на год просто. Поэтому с ней понятно. А мужчина, по идее, не так. То есть какая разница? Ты мужчина, всё, у тебя порез... Говорит, что это комплекс. У него что-то... А он хочет... Вот он не может... Он комплекс у него. У женщины бывает. А на кого она не может? И ты ей говоришь, да у тебя всё нормально. А она нет. А у меня-то нет. Нет. Она говорит, нет, вот я не могу. Вот она видит в этом страшное, страшное уродство. Хотя, может, кто-то не видит. Тут очень-очень тонко. Надо смотреть на человека. Если это прям влияет на её общее состояние здоровья, а такое есть, к сожалению. Есть врачи, которые на этом наживаются, как бы, да, на этих бедных, больных людей, которые закомплексованы. Есть, которые говорят, что всё нормально, как бы, вы не думаете. Но так или иначе, это надо разбираться. И с урлой обещать, михна, сами мы начнём. Например. О, кстати, помните, по поводу брюк для женщин? Давайте об этом поговорим. Мы что хотели сказать? Помните, мы говорили, что в наше время, так как уже тяжело сказать, брюки – это не женская одежда. Очень тяжело это сказать. Тебе набор скажут, что ты взял. Брюки продаются 50% женские. Ещё как женская одежда. И вообще, да. То есть сказать, что нельзя женщине одевать брюки, потому что это мужское, мы, наверное, нельзя, потому что это нескромно. Это другой запрет. Окей, нельзя одевать брюки, потому что это нескромно. Но не потому, что они мужские. Или есть в этом тоже, потому что они мужские. А у девушки, допустим, у них не должна надеваться скромно. То есть до локтя и так далее, закрыто, лак, это всё понятно, всё замечательно. Реально есть ситуация, при которых девушка надевает такую обтягивающую платье, которая не просвечивается. Но лучше бы она уже просто майку одевала и шорты. И тогда вопрос, то есть это всё равно кошерно считается или нет? Нет. Нет, законы кошерно-то не ограничиваются закрыть всё тело. Можно так всё тело закрыть в обтягивающий ластик, что будет хуже, конечно, как ты говоришь. Нет, нет. Не просто должно быть закрыто, должно и не облегать. А как понять, у нас на самом деле я вот тут много людей встречал, то есть жёна Равина, и при этом она как бы, она абсолютно скромна по реке, во всём, но у неё платье, короче, как она прям секунды, ну там миллиметр к миллиметр на самом деле по кошерности, и при этом она просто настолько её стягивает, и там будет, ну там только глухой либо, я не знаю. Написано, что законы, знаешь, как кошерута и ценюта, они очень, очень как бы индивидуальны. То есть каждый должен потихоньку идти. Нельзя. Закрыто? Молодец. Хотя бы не открыто. Теперь реально как бы там такие уровни, 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 там очень много уровней. Мы купили в Израиле однажды книгу по ценюту и привезли её сюда. Книгу по ценюту. И Равьёсович запретил её, сказал, убери её отсюда. Люди, говорит, подумают, говорит, сумасшедшая. Не готовы. То есть есть какие-то вещи, как мы сейчас говорим, а что такое ценюта? А, там главное закрывать всё. Если реально показать, что такое ценют, человек убежит просто отсюда. То есть надо реально там длинную юбку оказывается нельзя. Юбка должна быть и короткую нельзя. А какая уже самая ужасная для девочки? Вот так вот, ниже колен. Вот так вот. Это самая ужасная юбка, которая может быть. Она показывает, когда длинная, она хотя бы там, это тоже считается, и обувь должна быть, и каблуки. То есть это просто покой. Да, это очень, поэтому есть очень-очень много разных уровней. Это законы ценюта. Но здесь есть уровни. Окей, это потом. Главное, есть какой-то минимум. Как говорит, я бия омер. Про штаны, приобрюки. Дат, в сухе, зу, ким, манее לשאלа от додобонот המופעים в Бито-Сפר, циклон датей בחציות, царот бיותер. Ваин биадолимхот. Ки, ледявон, левну, нефрецу, гидרי עצниют, вело, ישмяу, лекол муриим. Им, аин леадив, михנסаем орокот, али עצниют каэле. Вау. Я бия омер, паучил вепрос, на засыпку, ребята. Директор детской женской школы сказал ему, я, говорит, не могу, я не могу такого влияния на девочек не умею, и он задает вопрос. Девочки, говорит, к сожалению, ходят в юбках короче, чем должны быть. Что лучше, заставить, разрешить им ходить в брюках, но они хотя бы будут ходить в брюках закрыто, или как бы они будут ходить в юбках, но юбки будут как бы короче, чем они должны быть. Вот тебе вопрос. Отвечай, юбки. В брюках. Лучше в брюках? Можем усложнить. Думаю, да. Если там слишком короткий юб. Не слишком. Не, ну, не важно. Мини, я думаю, но вот такие вот выше колен. Нужно понять, что за директор, какой школы назовите. И сорваться туда. Номер школы назовите, пожалуйста. Да, не в коем случае. Вело, ищемолу леколь морим. И мейле аддив михнасаем орокот оле цнюдка эле. Увифрат, какой, говорит, цнюд, говорит, все ходят в юбках, говорит, таких юбках, лучше в брюках приходили. Увифрат, но раз они начали в юбке короткие одеваться, это значит, уже кавана что-то нет. А, на самом деле, вот каваной. Обни ни в коем случае. Просто вот в многих еврейских местах бывает такая ситуация, когда девочка приходит, она как бы особо, ну, она еще не знает законов. Ей, когда говорят, ты надевайся так, надевайся так и тому подобное, и когда в моменте она выходит на улицу просто там с друзьями встретится, она понимает меру дозволенности. Из-за этого она потом уже не будет надеваться, потому что ее, на самом деле, словом говоря, поставили в такие рамки одежды, а для девушки это самое ужасное, когда есть любые рамки одежды. Ты поставил, и ее плохо. Короче, вот здесь пишет, что, да, он пишет страшное дело, что почему, говорит, погибло столько евреев во время, говорит, войны Йом-Кипура, если, говорит, не запрецут в наши дни, что развратное поведение. Как всегда? Отличные, что еще, кстати, он говорит, что, к сожалению, из-за присутствия, который в армии, говорит, мальчики, девочки. Но вот пишет Агаон, Вадя Йосеф пишет в итоге, что нет, что брюки на девушке, как неудивительно, не является вопросом лоил баш. Это не запрет не оденет женщина по мужской одежду. Это закон ЦНИУТа, а не вот этого запрета. Потому что нельзя сказать, что брюки это мужская одежда. Неправда, да, в наше время это уже неправда. Где же брюки это мужская одежда? Есть 500 миллионов моделей женской, именно женских брюк. К тому же есть большая разница между женскими брюками и мужскими. То есть, ну, не каждый мужчина оденет. Сразу видно, что это женские брюки. Они же обтягивающие, или на борт, они как юбки, или как, ну, женские брюки. Неважно, женская модель брюков. Из джинсов она, из брюков она, из вашей. Жинсы – это материал. Хасвэ шалом. Нет, он говорит, что нет в этом, иногда ты одну вещь делаешь, вот у тебя там три запрета. Нет в этом запрета лоил баш. Иша, лоил баш. Не оденется женщина, как мужчина, вот этого запрета здесь нет. Да, и запрет с неудо, понятно, и все, что мы сказали, но не этого запрета. И вам, потому что нельзя, потому что этот запрет нарушается только, когда женщина одевает мужскую вещь, тфелин. Вот тфелин она оденет, она нарушает. А брюки она оденет, она не нужна. Потому что брюки все-таки уже нельзя назвать мужской одеждой. Да, от гумы саем. У меколь маком моде, а не шейн ла, а тиркан лы, кацхил ла, вишат михасайм, а депанок. Ки бигдей шехац сахасхэн, у морот сумат лэ, ми ухэдет лэру емут. Но, конечно же, он говорит, что нельзя позволять девушкам одевать брюки, потому что брюки подчеркивают и фокусируют внимание мужчин на определенных частях. Да, конечно, надо девать. Окей. И вызывают какие-то дурные мысли. И, конечно, для еврейской девочки вообще в брюках ходить не надо. Он говорит, которая привыкла ходить в брюках, она ведет себя по-другому, она садится по-другому, она ноги ставит по-другому, она же знает, что она в брюках. А не надо, он говорит, ходи в юбках, девочка не должна даже приучаться себя так вести. Видно, когда девушка всегда ходит в брюках, и она один раз одела юбку. Видно, что она себя ведет неадекватно. Она забывает, что она в юбке. А такого быть не должно. Девушка, которая всегда ходит в юбке, она знает, она помнит, она ведет себя по-другому. То есть меняется даже само поведение. Поэтому, окей, с этим понятно. Сначала. Но он говорит, что если стоит выбор между некошерной юбкой или обтягивающими брюками, пусть ходит в брюках. То есть, говорит, смысл, говорит, она ходит, она кошерная девочка, ходит, не одевает брюки, но юбка у нее выше колен. И даже не мини, просто такая некошерная юбка. Пусть лучше, говорит, ходит в брюках. Если в хоро-раби-миута, он выберет меньше из двух зол. Как раньше люди ходили, как не знаю. А это кто говорит? Нет, под юбку пусть оденет три брюки, трое брюк, потому что у меня не были снаружи. Да? А кто говорит? Рабовадия Йосеф. Что если надо выбирать между двух зол, пусть лучше ходит в брюках. Я уже разрешил, говорил про юбку. Да, он говорит, что если, что выбирать, некошерная юбка или брюки? Вот она не слушает. И он говорит, и не слушает. А папа говорит, ну слушай, одень на кошерную юбку, одень. Нет, она не одевает. И если уже в этом случае, пусть лучше ходит в брюках. Вот так он говорит. Но вот, пожалуйста, с ним спорит кто? С ним спорит Минхат Ицхак. Он говорит, нет, на самом деле брюки, женские брюки, они хоть и отличаются от мужских брюк, все равно они полностью попадают под запрет. Они являются как бы подобием мужского. Мужчина все-таки носит брюки. Это как бы его прерогатива. И поэтому запрещено полностью носить женщинам брюки. Можно ли женщинам носить автоматы в мужской воде, в мужское оружие? Да, да, да. Он говорит, мы это обсуждаем. Нет, нет, проблемы нет вообще никак. В Шотландию поедешь? Да, да. Он говорит, это должно быть, что запретила Тора, Тора запретила очевидно мужское. То есть, а если в Шотландии, и это не очевидно. Я не знаю, насколько в Шотландии прямо ходят в юбках мужчины. Я думаю, это фольклоры. Мужиками? Мужчина пройдет в юбке, все на него будет оглядывать. Четыре года была адская жраунда и в РЖД всем отнотрудникам прийтили ради Ваншонки. Кажется, не физично и красиво. Одес, мы начали взять юбку. Что сделали мужиками? Они взяли, пошли там шире себе юбки, такие классные, почти как шоу, теки внутри. Но это юбка. И выходили. У нас здесь тоже все ходят. Они в РЖД, то есть там огромный сотрудник РЖД, бортпроводников, они ходили в юбку, чтобы мужики одели юбки. Если в России, так, то жарко. Садился он так. Да нет, мне кажется, это ужас какой-то, ребят. Что за история? Вы организацию не путаете? Да не дай бог. Это точно было. В РЖД. Он говорит, что организацию не путаете? Это точно РЖД. Я бы им дал название. Не, ну что такое? Что касается солдаток, девочек, которые носят оружие. Оружие это как тфелин. Девочка, одевающая тфелин, она одевает мужское. Можно нет? Но, помните, мы говорили, что если ты хочешь одеть женскую одежду, потому что защищаешься от дождя, или от жары, от солнца, или от холода, тебе холодно, поэтому ты кутаешься, то вопросов здесь нет. Здесь тоже самое говорили, она же себя не украшает, не пытается. Это не прикрашивает, она не делает себя более привлекательной тем, что держит 16 руках. Но говорит он, поэтому в тех местах, где есть опасность, где, не дай бог, стычки арабы очень агрессивно себя ведут, могут напасть, или что-то такое, разрешается женщинам носить оружие. И не просто потому, что она может защищать свою жизнь. Это понятно. Просто, чтобы неповадно было к ней вообще даже приставать. Потому что в военном положении мы знаем, что и так, и так, иначе, и так, иначе все защищаются. И женщина тоже должна вести себя как мужчина, как-то защищаться. Выходить на войну, да, это не женское дело. Но дело, где люди в таком месте живут, то это уже другой разговор. Окей, друзья, вот такие вот интересные у нас идеи. Спасибо. Наше время вышло. Всем хорошего дня. Я с вами прощаюсь. И без рада, в следующий раз новую тему начнем. Хорошего дня. Спасибо. 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 Спасибо.